Шалом, доброе утро. Это левит, глава вторая. Если кто-нибудь приносит господу жертву хлебного приношения, она должна быть из лучшей муки. Пусть жертвующие налет в муку масло. Положит сверху ладан и принесет к извященникам, сыновьям Аарона. Извященник возьмет пригоршенью лучшей муки и масла со всем ладаном и сожжет их как памятную часть на жертвеннике к огненную жертву благоуханье приятной господу. Остаток хлебного приношения принадлежит Аарону и его сыновьям. Это великое извятение из огненных жертвоприношений господу. Если ты приносишь жертву хлебного приношения из печеную в печи, она должна быть из лучшей муки. Если твоя жертва хлебного приношения приготовлена на противне, она должна быть из лучшей муки и смешанной с маслом и без закваски. Раскрощай ее и налей на нее масло. Это хлебное приношение. Если твоя жертва хлебного приношения приготовлена на сковороде, она должна быть из лучшей муки и масла. Принеси хлебное приношение из деланной, как и сказанному господу, отдай его из печеннику, а он отнесет его к жертвеннику. Он возьмет из жертвы хлебного приношения част как памятную част и сожит ее на жертвеннике. Это будет огненная жертва благоухание приятной господу. Остаток хлебного приношения принадлежит Аарону и его сыновьям. Это самая извятая часть от огненных жертв господу. Любое хлебное приношение, которое ты приносишь господу, должен быть пресным, потому что нельзя изжигать ни закваску, ни мед, как огненную жертву господу. Ты можешь приносить их господу, как приношение первых плодов на их. Нельзя приносить на жертвенник, как приятное благоухание. Приправ твой хлебное приношение солью. Не оставляй хлебное приношение без соли завета. С твоим богом добавляй соль при каждом твоем приношении. Если приносишь господу хлебное приношение из первых плодов, приноси перемолотой молодой зерна, выбитой из незрелых колоссиев подсушениях на огне, налей на зерномасло и положи изверху ладан. Это будет излебное приношение. Извещение к сожжет памятную часть перемолотого зерна и масла со всем ладаном. Это огненная жертва господу. Аминь. Спасибо. Хорошего дня.